Синоптики Хоть раз синоптики были правы. Передавали сегодня снег. Правда, передавали с пяти утра, но ладно. Восемь начался. Но всё равно плюс один. Скоро этот снег будет превращаться в дождик. День наставать и будет дождик. И так, взял вчера на работе пилу, дрельку, свёрла и хочу сделать всё-таки эту досочку. Я покупал давно уже. Сейчас её разрежу. Здесь уже всё наметил, как где резать. Сейчас всё разрежу и сделаю то, что хотел. Ну и, конечно, покажу вам, что же я хотел. Итак, отрезал всё по размерам, как отмечал. Вот у нас теперь получились две такие вот планочки. Конечно же, у них высота разная, но ничего страшного, поскольку вот эти пойдут на бок, вот эти наперёд-назад. Как это будет? Примерно, ну, как коробочка, примерно сказать. Вот так одна будет. Вот так с другой стороны и ещё слева справа. Как-то так. Но ещё нужно будет это дерево потом обработать. Сколько тут завесенец и всякие, если видно. Нужно было брать электролобзик. Мне говорили, что есть, но я почему-то не взял. Ну, я не скажу, что тяжело, конечно. Что тяжело? Не тяжело. Заодно фитнес-трекер этот проверил. И фитнес-трекер мне насчитал, когда я филиал, фитнес-трекер мне насчитал каких-то там 4000 лишних шагов. Как-то так прикольно. Понятно, как он работает. Ну, ладно, сейчас ещё прикрутим всё это. Собственно, у нас уже следующий день. Вчера не получилось закончить всё. Вот то, что мы сделали. Вот такой вот, можно сказать, бокс. Такой вот он. Но это, конечно же, не финальная версия. Потому что ещё я хотел бы здесь поролоном затянуть. Здесь и с той стороны тоже. И, возможно, обить какой-то тканью. Хотя бы здесь, снаружи и сзади. Ну и, конечно же, ещё немного обработать, чтобы не было всяких вот такого видна всякого. Ну, пока вот так. Это одно, что мы делали. А потом ещё весной мы возьмёмся делать вот этот велосипед. Вы его должны помнить, конечно же. Ну, на резину не обращайте внимание. Это маленький вклад. Мы ещё вот этот велосипед сделаем. Женой будем вместе сделать. Она хотела его покрасить как-то. Я думаю, что мы её сначала пескоструем обработаем. Потом покрасим, покроем лаком. И будет маленький, прикольненький щиток какой-то повесить. Надо будет и колёсико одно поменять. Потому что там вообще не держит оно. Ну, это потом. Чтобы вы понимали, вот мы снова приехали сюда покормить уточек. Мы просто пришли. Мы просто пришли. У нас в руках ничего нет. Камеры и всё. Они уже сразу такие, о-о-о, люди, люди, кушать, кушать, люди. Ну, ладно, мы их сейчас, конечно же, покормим. Кто уже всё, а кто стал съедать? Ну, это же хорошо. Птички покушали. Ну, что ж, скупились. Сейчас, надеюсь, может поедем помоем машинку. А то вроде бы погодка позволяет. Но каждый раз, когда я хочу это сделать, начинается дождь. Надеюсь, сегодня ни дождя, ни снега не будет. Ну, сейчас увидим. Наконец-то. Наконец-то. Погодка более-менее нормальная. И после того, как я сказал, что поеду помою машину, дождь не пошёл. И снег не пошёл сами. Ладно, сейчас мы быстренько помоем. И так, сегодня случайно случилось, что обедаем мы в Максиме, в Акрополисе. И у нас, можно сказать, такой супчик. Салта-борщай. Он евро 29 стоит. Потом картошечка стоит 0,69 центов. И котлетки с грибным соус. Наконец-то подливой стоит евро 59. Сейчас мы покушаем и пойдём дальше. Всё это, конечно, случайно получилось, но за 3,57 такой у нас обед. И так, друзья, маленький отчётик. Сходил уже в этот Максимум. Покушал там. Ну, насчёт салта-борщей я не сильно понял. Нужно ещё раз попробовать, чтобы какой-то вердикт такой дать. Картошечка с котлеткой и соусом грибным супер зашла. Прям вот так супер можно кушать. Цена, ну, цена нормальная, я считаю. В принципе, комплексный обед где-то так, 3,50-4,5 стоит. Ну, смотря где там. В центре по 5, можно и по 3,20 найти. Ну, в принципе, он так примерно и стоит. На Кушлос купил всего... А, кстати, чего я заходил? Я заходил... Извиняюсь, немного насморк. Я заходил, хотел посмотреть, есть ли скидки на автомобильные товары. Потому что хочу дворники поменять на реношки. Они, зараза, здесь большие, по 700 миллиметров каждый. Скидок нет. Китайские покупать какие-то дешевые там, есть они по 2-3 евро комплект. Но я не хочу. Я хочу купить хорошие там либо Bosch, либо Hela. Но стоят они там по 15-20 евро за комплект тоже. Поэтому подожду скидки. 40% скидки будет за каких-то евро, 10-9 купить. Поезд вообще отличный комплект дворников. Ну, скидки не было, но была скидка на лампочки. И я купил нам в сумме... Сколько же я купил? Восемь лампочек. Три в одну комнату и пять в другую. Ледовские лампочки с теплым светом. Попробуем. Они там по 3К, по 600 люменов каждая. Попробуем, посмотрим. Потому что сейчас у нас просто там какое-то разнообразие цветов творится. Ужас помнишь. Но попробуем. Лампочки были тоже по скидке. По 40%. Поэтому думаю, что же не взять. Там купил... Вроде 10... За 10 евро 5 штук. И скидки получил. 6 евро скидки. Ну, отлично. Как-то так. Ну, приедем домой. Покажу, что с этими лампочками лучше или не лучше. И стоит ли вообще их покупать. А сейчас едем дальше куда-то по делам. По делам. Все по делам. И так, сейчас у нас вот такой вот свет в комнате. Одну лампочку я выкрутил. Ну, если видно, это светит белым, та светит желтым. Сейчас будем это исправлять. А вот, собственно, и лампочки. Те, что я купил, о которых я вам и говорил. Вот эти три пойдут в спальню. Они все 7-ваттные. Получается по 600 люменов. И Е14 маленький у нас везде. Вот такой вот. Вот. И, 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 и. Вот. Классное сбережение. А плюс. И 3000к. Вормвайт. Вормвайт. И эти, в принципе, такие же, но они кругленькие. Они пойдут в зал. В зале тоже покажу, как обстоят дела сейчас вам. Ну, а вот так обстоят дела в зале, да. Красиво все. Но здесь лампочки разные. Здесь, если видно, наверное, нет. А сейчас выкручу. Здесь одна лампочка такая. Здесь люминесцентная лампочка. Короче, они здесь все разные. Так что сейчас здесь тоже исправим ситуацию. Но здесь более-менее в комнате так ярко хотя бы. Ну, все равно не то. В спальне поменялась ситуация кардинально. Здесь наконец-то стало светло. Вот так светят эти лампочки. Круто. А были у нас лампочки вот такие разные. Ну, одна была вот такая. Я ее раньше выкрутил. Приблизительно такой, как я купил зал. И две вот такие разненькие лампочки. Даже не знаю, что это такое. Ну, ладно. Вот эта вроде должна быть неплохая. Но все равно они все разные. Так. Ну, пока я рад нашей ситуации. Вот так все происходит. Идем в зал. Ну, что ж. Посмотрим ситуацию в зале. Итак. Раз. Угу. Два. Ну, да. Так, конечно, покруче намного. Светлее стало. Ну, и вот разброс лампочек, которые здесь стояли. Тоже они все разные стояли. Но здесь хотя бы они все теплые стояли. Ну, опять же, все разные. Сейчас у нас будет свет светодиодные стоять. Ииии. Они намного экономнее. Субтитры подогнал «Симон»